Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы тоже какой-то период времени находились дома, как бы так приглядывались, что вообще происходит. Но вообще надо сказать, что военный театр, театр Тихоокеанского флота – это военный театр. И, конечно же, наша задача прежде всего – это, так звучит фраза, обеспечение культурного досуга для военнослужащих и членов их семей, а также для военнослужащих, которые находятся в дальних гарнизонах, которые несут службу, которые находятся на защите нашей Родины. Это люди, которые где-то в закрытых каких-то районах находятся, куда не может приехать театр, и они, к сожалению, не могут до нас добраться. Поэтому здесь, в театре флота, проходили репетиции, проходили съемки спектаклей, которые уже есть. Здесь был отснят спектакль премьера декабря месяца, спектакль по пьесе Мартина Макдонаха «Сиротливый запад». Это постановка режиссера Сергея Руденка. К дню театра, к 27 марта, готовилась премьера спектакля «Баба Шанель» по пьесе Николая Каледы. К сожалению, с приходом этого карантина театр закрылся, репетиции прекратились буквально, ну, что называется, на излете. Мы готовы были уже к премьере, были проведены генеральные прогоны, мы не успели только выставить свет. И вот благодаря компанию «ТВ Прим», которая обратилась к нам, да, и мы так взаимно, друг с дружкой договорились, они нам, значит, видеоматериал, а мы – возможность людям посмотреть. И благодаря вот такой договоренности 27 июня в театре «Флота» состоялся генеральный прогон, сдача и премьера одновременно спектакля. Я сейчас не помню точно, когда, но, по-моему, буквально через неделю, через неделю, это была суббота и воскресенье, состоялась уже не просто телевизионная премьера этого спектакля, а, ну, такая вот, я могу даже, наверное, сказать, что мировая премьера, потому что в период карантина ни один театр премьер не выпускал, а 27 июня здесь, да, вот выпущен был спектакль, и состоялась премьера спектакля Николая Коляды «Баба Шанель». Поэтому, как бы, ну, для кого-то карантин, для кого-то нормальная работа. В процессе, да, вот съемок тут периодически я с артистами собирался. Дело в том, что к 9 мая планировалась премьера спектакля по пьесе Алексея Дударева «Рядовые». К сожалению, вот с переносом, с этим, с карантином, да, с отменой, репетиции были приостановлены, потом мы опять возвратились к репетициям, и вот сейчас уже 27 июля мы уходим в отпуск, но вот сейчас я периодически с артистами встречаюсь. Мы надеемся, что в сентябре откроются театры, зритель ломанется в театры смотреть спектакли. Мы готовимся к открытию сезона в октябре месяце, и в конце октября, я думаю, состоится премьера спектакля по пьесе Алексея Дударева «Рядовые». Творец в театре – актер, режиссер, но третий творец – это, конечно же, зритель. Без зрителя, ну, это совсем другая история. Я хочу отдать должное артистам, я просто со стороны все это наблюдаю, да, потому что подготовка к спектаклю, репетиции, прогоны. Я не хочу сказать, что артисты там не тратятся, да, ну, берегут себя, но это совсем другой момент. Они работают на режиссера, на какой-то результат, что-то проверяют, текст, мизансцены, работа в костюме. А вот когда в зале, в огромнейшем зале, да, и на сцене, кроме шести операторов, да, шести камер никого больше нет, и я просто вижу, насколько артисты, насколько они отдаются полностью, насколько это вот такая самоотверженная работа, работать на пустой зал, но с ощущением, что в зале зритель сидит, это дорогого стоит. И я вот, артисты меня увидят, я хочу сказать огромнейшее вам спасибо. Молодцы. Вы, будучи сам артистом, будучи драматическим актером, как никто, наверное, можете понять переживания внутренние участников вашей труппы, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, как вот этот мостик от актера в режиссуру в вашей жизни выстраивался. Насколько в этом было, знаете, стечение обстоятельств, насколько ваше личное желание и стремление? Надо начать с того, что я о профессии режиссера не то, что не мечтал, вообще никогда не думал даже. У меня не было стремления. Вот актером я хотел стать, вообще, честно говоря, я хотел стать клоуном. Я хотел, я мечтал быть клоуном, я хотел поступить в цирковое училище, но в 92-м году я что-то как-то с интернетом были проблемы, и узнать, где это, куда надо ехать учиться, куда цирковое училище, все с этим было сложно. Вот, но с профессией актерской я был знаком, в семье моей, лично в моей семье актеров не было никогда, но мой двоюродный дед, сейчас буду хвастаться, но есть чем похвастаться, я просто горжусь этим, да, и я надеюсь, что мой двоюродный дед, он там, да, это известный артист, это Готлиб Михайлович Ранинсон, это один из любимейших артистов любимого, это один из любимейших артистов эпизодического жанра у Рязанова, он снимался во многих фильмах, вот, и мне посчастливилось, я не так много с ним был знаком, я встречался с ним всего два раза, но этих встреч мне было достаточно, вот, благодаря этому человеку, благодаря этому замечательному артисту я узнал, что в моей родословной, там, моя прабабка, она была личным поваром Шаляпина. Дело в том, что я узнал о вот таких, как бы, своих каких-то семейных, таких вот реликвиях, да, что у меня там дед двоюродный, великий артист, как бы, да, что у меня там прабабка моя была знакома с Шаляпином, она рассказывала о том, что там Чехов, Станиславский, они там, Немирович, Данченко, они встречались, потому что моя прабабушка, она очень готовила очень вкусную фаршированную щуку, кошерную пищу, Шаляпин ее очень обожал, и вот он приглашал ее, как бы, чтобы она готовила. Надо, как бы, марку-то держать, вот, и потом вот и все прошло. Смотря на то, что я бы об этом забыл, да, занимался профессией, учился в институте, вообще не понимал какой-то момент, там, на третьем курсе был момент, что мне казалось, что я вообще не занимаюсь ни своим делом, да, вот, и я не понимаю в этой профессии чего-то, вот уже, как бы, и третий курс заканчиваешь, и потом что-то произошло. Потом появилась роль, работа в спектакле мастера «Три сестры», мне досталась роль Чебутыкина, это был молодым парнем, это нужно было играть деда, и вот что-то там произошло. Влюбился в профессию актерскую, что-то стало получаться, потом долгое время здесь уже актер, одна роль, вторая, третья, параллельно занимался какой-то своей, там, историей, у нас такой маленький, как бы, театр в театре был, это клоунский коллектив, и на тот момент главным режиссером театра был Андрей Юрьевич Бажин, и он говорит, Ром, а взял бы и поставил спектакль. Вот у тебя там клоунада твоя получается, вот ты там что-то придумываешь, какие-то номерочки, отрывки какие-то, попробуй спектакль поставить. Я помню, что я долго, как бы, там думал, спектакль как поставить, нужна пьеса, нужна какая-то драматургия, надо же текст артистам раздать. Я помню, Андрей Юрьевич меня привел, утром общее собрание, артисты сидят, трупа. Андрей Юрьевич говорит, вот, значит, ребят, роман, он будет ставить спектакль. Давай, роман. И я вот стою, говорю, ребят, ну вот у меня есть идея, значит, там, вот, ну, как бы, ну, и все, ну, а пьеса, что за пьеса? Я говорю, ну, пьесы нет. Как нет? Ну, я говорю, ну, она вот, ну, мы будем ее придумывать вместе, у меня есть идея, я там, вот. Это, конечно, адская история была. Я, честно говоря, я буквально там за неделю до премьеры, я прибежал к директору театра, к главному режиссеру, говорю, все, отменяйте, я не буду этим, никогда это, у меня ничего не получается, артисты меня ненавидят. Тут, тем более, что ты, это первый спектакль, казалось, что ты в режиссуре что-то понимаешь, когда кто-то рядом с тобой спектакль ставит, и ты думаешь, да я еще круче могу поставить, да, что это за режиссер, что это за режиссура, он все не так делает. А вот когда сам, как бы, соприкоснулся с этим, ну, начинаешь понимать, что это, это сложная профессия. Это не просто что-то придумывать, выдумывать. Это что-то должно очень, наверное, сильно болеть. Это нужно понимать и думать о том, что ты хочешь сказать. Потому что, если говорить о том, что спектакль – это какое-то письмо зрителям, да, то у тебя вот твои эти буквы, да, из которых письмо это стоит, это вот артисты. И ты должен настолько точно им объяснить, что ты хочешь написать зрителю, да. И вот с этим я столкнулся, конечно. Вот. Но, слава богу, я не знаю, что там повлияло, да, но спектакль получился. Это был первый спектакль, это спектакль «Стрелочник», он был абсолютно без слов. Это была такая пластическая история, музыка, пластика, какие-то сцены там. Вот. Я помню, что военное руководство, оно тоже не понимало, что я там ставлю, потому что текста нет, о чем спектакль, непонятно. И на тот момент руководителем политического управления флота был Сергей Анатольевич Рязанов, достаточно такой грамотный человек, но он подстраховался, говорит, давай назовем так спектакль-эксперимент. Если что-то вдруг не получится, вот, ну, все поймут, ну, это же эксперимент, ну, бывает. Спектакль, слава богу, получился, получил хорошие отзывы. И спектакль, кстати, нужно сказать, долгое время он шел. Мы съездили на международный фестиваль в Японию, там две номинации получили. Лучшая режиссура, техническое решение и лучшая женская роль. Наташа Войник получила приз за лучшую женскую роль. И потом на волне этого успеха мне на тот момент режиссер, там у нас был второй режиссер, Станислав Олегович Мальцев, он говорит, вот тебе еще одна пьеса, давай, вот, поставь. Это была пьеса Горина, «Прощай, конференсье». И вот я поставил спектакль, все говорили, что хорошо, вроде как здорово, здорово. Я не получил никакого удовольствия. Это был набор штампов каких-то режиссерских, актерских, какое-то такое что-то непонятное. Ну, я не знаю, всем нравилось, все артисты довольны, зритель, тема интересная. Там сюжет такой был, начало войны, 22 июня, артисты московских театров собрались в такую, как бы, компанию и поехали в Минск. Короче говоря, деньги зарабатывают просто, концертная бригада. Вот они в Минске там на празднике в Доме культуры выступают, и тут что-то бомбежка, война началась. Вот, и они там потом с фронтовыми бригадами по фронту ездят, развлекают бойцов, поднимают их дух боевой и попадают в плен. И вот, как бы, такой вот спектакль я поставил. Вот, ну и после этого спектакля, после премьера я сказал, что я больше никогда, никогда не буду заниматься режиссурой. И вот как-то так все шло, я работал актером в театре вплоть до 2010 года. И в какой-то момент я понял, что, ну, не то чтобы мне скучно стало, да. Надо что-то менять в жизни. Когда работа превращается в какую-то рутину, да, одна роль, вторая, ты уже не можешь, ты себя не можешь адекватно оценить, да. Не каждый может адекватно оценить. А вот это сомнение, как бы, вот прошлая роль, она вроде как хорошая была, а вот это, а зритель, он тебя любит, он тебе аплодирует, он тебе просто прощает. И вот этот момент, как бы, вот эти сомнения, они привели к тому, что я принял решение в 2010 году. В 4 часа утра позвонил главному режиссеру. Удачное время. Ну, потому что я понял, что если я сейчас этого не сделаю, я просто могу передумать. Вот. И я вот решился, я позвонил ему, состоялся разговор. Вот. Тоже забавная ситуация. Как раз на тот момент это конец сезона был, потому что по этике актерской, как бы, ну, не принято уходить в середине сезона, потому что есть аппертуар, надо играть в спектакли. А на тот момент как раз должна была состояться премьера спектакля «Смертельный номер» режиссера Станислава Мальцева. Вот. Мы этот спектакль репетировали, начались генеральные прогоны, и я получил приглашение съездить и в Омск показаться в театр. Я написал заявление об уходе с театра. Ну, говорит, Рома, а если тебя не возьмут там в театр, ну, так хоть будет куда возвращаться? Я говорю, нет, назад дороги нет. Вот я принял решение тогда. И я написал заявление об увольнении из театра, съездил в Омск, показался там, меня приняли там на работу. Я сказал, только дайте мне возможность, я сейчас вернусь. Я вернулся в театр во Владивосток, отыграл премьеру, вот, и благополучно сказал всем спасибо большое, я поехал в Сибирь. Вот. И уехал в Сибирь на 4 года. Там проработал актером, познакомился с хорошими, интересными режиссерами, вернулся в Владивосток. Я просто был в Москве на фестивале, и в одном из театров я увидел хороший очень спектакль. Хорошего режиссера Панкова, я увидел спектакль «Лютинная охота» в театре ЦТРА. И вот те мои сомнения по поводу своего нахождения вообще в профессии режиссер, они были, ну, развеяны этим спектаклем, этой работой режиссерской. Потому что я там увидел какую-то вещь такую очень важную для себя. То, что ты чувствуешь, да, ты, не надо думать о том, как ты ставишь, важно, про что ты ставишь. Форма не имеет значения. Форма в театре, возможно, все. Театр может быть каким угодно. Вот увидев такую историю в Москве, в спектакле Панкова, да, я вдруг понял, что надо попробовать. И вот это вот попробовать, вот это желание, оно как-то переросло в спектакль. Это «Чисто семейное дело» Рай Куни, потом следующий спектакль «Ночь Гельвера», потом «Любовь людей», вот сейчас «Баба Шанель» и вот и следующий спектакль. И вот этот мостик, актер-режиссер, я говорю, что я дико завидую артистам, которые выходят на сцену, я дико завидую артистам, которые играют спектакли, которые ставлю я. Вот, потому что каждая роль, я проигрываю ее сам, я простраиваю, я вместе с ними проживаю эти спектакли, эти репетиции. И я удовольствие получаю и вижу определенную, как бы, ну, победу в том, что я вижу, что артистам это нравится. Мне кажется, то письмо, которое я в зал отправляю, которое я пишу зрителям, благодаря артистам замечательным, талантливым, да, ну, это письмо доходит, я надеюсь. Вообще, последние несколько сезонов театр ТОВ переживает очень хороший период, мне кажется, своей истории о театре говорят. Вышел ряд премьер, на которые приходит зритель, опять же, которые обсуждаются в каких-то культурных кругах нашего города. Но, насколько я могу судить, преобладает современная драматургия. Как вам кажется, вот такая совсем традиционная классика, как Островский, Шекспир, Чехов, в ней вы как-то видите себя, видите, что можете выразить себя вот в такого рода материале? Это приятно, что в театре флота сейчас, как сказал режиссер наш, известный во Владивостоке Сергей Рудынок, театр флота переживает период ренессанса, такое возрождение. Я могу сказать только одно, что я побывал, поработал в другом театре, в другой немножко, я бы даже сказал, экосистеме, что ли, театральной, да, потому что мне повезло, я работал в Сибири, в Омске, там такая борьба идет, театральный город Омск, Екатеринбург или Новосибирск, да, школы интересные, театров очень много. Допустим, если здесь, во Владивостоке, четыре театра, ну, сейчас еще, там, театр оперы и балета, пятый, можно сказать, да, то, допустим, в том же Омске более десяти театров. И моя задача, прежде всего, в качестве главного режиссера, да, нужно было что-то изменить, потому что долгие годы, ну, вот у нас, допустим, был спектакль, там, «Огни Парижа», известнейший спектакль, он игрался, я помню на своей памяти, что, играя этот спектакль 11 лет подряд, я на одном из спектаклей забыл текст, вот 11 лет играть и просто вырубил меня, я забыл текст, да. Потом были еще спектакли, и мы с этим спектаклем прощались, объявляли во всеуслышание, там, да, что последний спектакль, вот, всеми любимый. Через год мы писали по многочисленным просьбам зрителей театра «Флота», играет юбилейный, там, какой-то спектакль, да, я понял, что, ну, вот, 15 лет можно, можно 20 лет играть спектакль, да, но время ушло, и спектакль, сам внутренне чувствую, что он, ну, он просто постарел, да, и, как говорят, лучше уйти рано, да, но вовремя, чем уйти поздно. И вот наступил момент, что спектакли должны уходить, должно появляться что-то новое, потому что зритель, который, допустим, к нам ходил на спектакль, там, на протяжении 10 лет, он тоже, он вырос, мы растем, да, вот, в нас что-то меняется, меняется материал, меняется взгляд людей на жизнь. Но мне кажется, нужен был такой определенный тренинг. Нужно было что-то очень понятное, очень, не хочу сказать, простое, да, но нужно было артистов немножко так взбодрить, что ли, да, чтобы они вспомнили профессию, и такой выбор тоже был, выбрать пьесу, ну, можно взять Островского, классику какую-то, да, не то чтобы я, мне казалось, что артисты не готовы сейчас, да, но вот, на мой взгляд, ну, я буду честен, да, не хочу скрывать, мне кажется, вот, три года назад, если бы я взялся за какую-то пьесу, такого плана, как бы, там, Чехова ставить, Островского, да, или того же Шекспира. Во-первых, я сам, у меня, как у режиссера, опыта маловато, да, я еще, там, я сейчас себя пробую, я подбираюсь, я подыскиваю материал, на котором я могу потренироваться, и не хочу хвастаться, да, но я и себе ставлю высокие, как бы, рамки, да, я выбираю сложный достаточно материал, пусть он и современный. Тот же взять «Ночь Гельвера», да, это очень серьезный материал, это драма сложная. Потом был, опять же, сложнейший материал, это «Любовь людей», это современная драматургия, это драма, кто-то ее называет чернухой. Первая читка, которая состоялась в театре, это вообще был, это ад был для меня, как для режиссера, это полное неприятие материала. Нет, ни в какую этого нельзя ставить, это не нужно ставить, кто на это пойдет, кому это, какому зрителю этот спектр, кому это вообще нужно, этот материал, да, вот. Но вот, как бы, странная вещь, состоялась премьера, был полный зал людей, два дня подряд премьера, зритель встал аплодисментами, аплодировал, вот, и это один из тех спектаклей, на которые зрителю очень сложно купить билеты. Что-то там запало зрителям, да, благодаря такому материалу и артистам. И мне было приятно слышать, что благодаря такому материалу, очень сложному, современному, артисты начали по-другому и интереснее играть спектакли, уже поставленные. То есть материал настолько сложный, артисты находятся в постоянном тренинге, тренируются, я не знаю, я это называю душевную мышцу. Мы тренируем душевную мышцу. И зритель тренируется, потому что приходить в театр и смотреть такие спектакли, это тоже работа. Я последовательно подбираюсь к сложному материалу, да, я и сам тренируюсь, как бы, себя тренирую, и артистов тренирую. Это вылилось в то, что вот состоялась премьера спектакля «Баба Шанель» по пьесе Николая Калиды, это премьера. Я здесь просто хочу, это огромная моя благодарность женщинам, которые в этом спектакле заняты. Там одна мужская роль и шесть женских, да, и у нас актрисы-то девушки молодые, но персонажи пьесы, это женщины, которым самый молодой 55, вот, это самая молодая, а там потом начинается 75, 85 и самые старшие там 90 лет. И вот у меня, когда мы пьесу это читали, а с пьесой это я актрис наших познакомил два года назад. То есть была такая просто проба, я пригласил девчонок, давайте, говорю, пьесу шикарную нашел. Как насчет вот «Баба Шанель»? Ой, нет, мы еще молодые, нам старух играть, нет, нет, ни в какую. Ну, ладно, думаю, хорошо. И вот пьеса эта, два года пролежала пьеса у меня. И я, такое ощущение было, что, ну, мне кажется, я думаю, они готовы. И я готов, и они готовы. Вот, и вот в процессе работы, мне кажется, что-то тоже очень интересное произошло с девчонками, с нашими. И это было приятно слышать, что отмечают все очень хорошие актерские работы. И вот сейчас, как бы, да, смотря на то, что происходит в театре, у меня есть, появился материал «Я готов». То есть у меня уже, ну как, руки чешутся, что ли, да? Есть очень серьезный, интересный материал. Вот, я пока не буду открывать, но это классика будет. Это те драматурги, о которых вы говорили, это и Островский, и Чехов. И мне кажется, что не то, чтобы я созрел, а мне, конечно же, очень страшно. Я боюсь, правда. Вот, я не боюсь, я не боюсь то, что я там, ну, спектакль может провалиться, потому что без, как без поражений не бывает побед, на ошибках тоже учатся, да, но хочется делать ошибок как можно меньше, поэтому я вот так вот последовательно подбираюсь, подбираюсь, подбираюсь. То есть главное, чтобы мне моих силенок хватило. И дай бог в начале сезона следующего я смогу зрителям там в следующих спектаклях представить шесть, шесть актеров у меня молодых будет, вот, это студенты. Сейчас три из них проходят службу, два вот еще придут, и, думаю, и спектакли появятся, где будут задействованы уже молодые артисты, вот, и наши, как сказать, старослужащие артисты, вот. Театр будет развиваться, и пьеса, и большая сцена будет задействована, и малая сцена, вот. Я думаю, что зрители ожидают премьеры, и достаточно громкие. Отлично, мы тоже все соскучились по театральной жизни, поэтому вам желаю успехов в новом сезоне и скорейшей встречи со зрителем. Спасибо, приходите, мы будем вас рады видеть, потому что, мне кажется, что мы в нашем театре делаем настоящий театр. Не сомневаюсь, спасибо, Роман. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова